Сезон гриппа, ОРВИ и свирепствующая пандемия. Заболеваемость COVID-19 в Крыму растёт, а вместе с ней увеличивается и потребность в медицинской помощи. Бригады скорой сейчас ценятся как никогда. В сутки крымчане вызывают врачей около тысячи раз. В связи с чрезмерной нагрузкой значительно снизилась оперативность приездов на вызовы. К тому же, на сегодняшний день в крымской столице на лечении от COVID-19 находится половина всех заражённых. Из-за этого принято решение перебрасывать в город дополнительные бригады скорой помощи с северных районов Крыма. В качестве временной меры, для того, чтобы как-то скомпенсировать нагрузку, мы сейчас приняли решение перебрасывать машины с северных районов Крыма, там, где традиционно из-за того, что плотность оселения ниже, количество вызовов меньше. При этом мы получили 8 квартир служебных для тех, кто приедет в Крым работать по стоянку, для докторов. Но 8 человек – это, безусловно, не та цифра, на которую мы рассчитываем. Выделенное жильё позволит обеспечить новоприбывшим медикам все необходимые условия для жизни. Несмотря на то, что по сравнению с 2019 годом нехватку работников удалось значительно сократить, на сегодняшний день в крымской медицине наблюдается кадровый голод. Его планируют устранить, в том числе и с помощью одного из крымских вузов. Учебное заведение предоставит порядка 50 медиков. Есть вероятность, что в будущем на помощь Крыму приедут ещё и врачи с материка. Пока крымчане, в основном, безусловно, это первый эшелон, возможно, наш мобилизационный. Рассчитываем в первую очередь на него. Но я думаю, что и материк тоже подтянется. Вот эти служебные квартиры, которые мы получили, это очень хорошее подспорье, куда бы с Нового Уренгоя или Сургута переехать в тёплый, ласковый Крым. Вопросы работы скорой медицинской помощи не остались без внимания руководства республики. Сергей Аксёнов поручил разгрузить медицинские бригады от непрофильных задач, среди которых перевозка и транспортировка пациентов в обсерваторы. В приоритете – своевременное обслуживание срочных вызовов, когда от помощи врачей напрямую зависит жизнь и здоровье человека.